Hola amigos, вы на канале Испания наизнанку И сегодня мы продолжаем наш trip на юг Испании Погуляем по набережной Аликанте Ну и двинем в поиски одного очень знакового и известного места в Мурсии Вот до конца не были уверены, сможем ли вообще его найти Но пускай это останется сюрпризом Ну и погнали! Короче, мы решили дойти до пункта, где подают билетики на всякие небольшие круизы Круизы на катамаранах, на таких яхточках, где помещается порядка 30 человек Идем сейчас узнаем, сколько это стоит, вообще ходят ли они Потому что еще, несмотря на то, что уже очень тепло Конец мая, но открытия сезона пока нет официально А это порт Аликанте Да, конечно, по количеству яхт и по их уровню Но сравнивать с Валенсией, конечно, нечего Здесь явно народ живет более богатый И ну как-то все вот прям под яхты заточено А вот такой вид открывается прям от порта Вон наверху гора, точнее этот замок, в котором мы были вчера Красота Исла Табака, Остра Табака Среда, пятница, воскресенье А, Домингос, это сегодня воскресенье С 11 до 5, это на целый день, нам не подходит Коста и Белла Это на паруснике, видимо, вот протокол Вот он стоит Вот на этом катамаране, по катушке И борт-патти Ну мне кажется, это еще виновата, да? И для Джессики, а для нас это давно поздновато А ты что, борт-патти? Ну и тусовка на яхте С музыкой Я хочу! Да, туда до 8 не пускают Как мы и говорили, вот то, что мы сейчас прочитали на стенде Они ходят всего два раза в день Это значит, тебе утром в 11 утра надо вот отсюда плыть А в 5 часов вечера вернуться Ну, во-первых, это напряжно Во-вторых, еще вода не настолько теплая, чтобы там нырять А говорят, нырять там очень круто Типа оля, как испанский Египет Прозрачная вода, куча рыбы Но, к сожалению, сейчас мне это сделать пока не нужно Поэтому двигаем дальше, посмотрим, что мы еще и найдем До Доревехи 23 километра И куда мы едем, мы не расскажем Да, если найдем А вот здесь опять, смотри, сколько лимонов Обалдеть, а это апельсины А еще не собрали урожай, почему? Наверное, потому что еще не созрели Опять лимоны, обалдеть У нас столько лимонов не растет У нас максимум на одном огромном поле Где-нибудь в околочке растет Одно лимонное дерево А здесь, ты посмотри, со всех сторон Вот откуда, оказывается, лимончики В наш супермаркет приезжают Что это такое, ребята? Кругом рады Я такое не видела никогда Что это такое вообще? Они все вообще понимают? Не знаю, передаст ли камера то, что мы видим Ну, вот такой вот эффект возник на небе О, как А еще здесь летают военные самолеты Поэтому у нас возникла единственная Мысль, что это может Инопланетяне захватывают землю Что это такое вообще? Я тоже хочу это заснять Телефон передать Вариант О, как Нет, я понимаю, что там на заднем фоне фламинго ходят Вы когда-нибудь купались вместе с фламинго? Мы сейчас попробуем Нет, я хочу еще раз посмотреть, что это такое А что это такое? Это какой-то оптический эффект непонятный Смотрите, солнце в середине Может нас кто-то атакует? Такое ощущение, как будто его закрыло какое-то круглое стекло Обалдеть! Либо круговая радуга Я такого не видела никогда Лан, ты себе вообще отчет отдаешь в том, что мы сейчас будем делать? Да, в полной мере, а что? Ну, ничего, хорошо Беленькая, да? Беленькая Ой, ладненькая Что, идите, воду набирайте Или что там? Мы находимся в Мурсии Это вот 100 километров ниже Аликанта И узнали, что здесь есть такая штуковина забавная Что можно вот так вот в секунду Хоп, и стать вот таким Это? Это лечебные грязюки Мы приехали специально ради них Ну, а заодно и вам показать Что это такое Ну, а вы на канале Испания наизнанку Хороший вам грязи в препровождении Ой, Ген, ну это не опасно, Ген А там глубоко, Ген Там живут Ой, я сланцы не взяла Я тоже хочу водичку Я тоже, я пойду тоже Не потеряй, Кроксы Ух ты, ядрическая сила Лед? Что я там нашел? Что ты там нашел? Ребята, вы когда-нибудь плавали вместе с фламинго? Ну? Ну-ка Да, покажись Покажись чудик Володный чудик Я тоже хочу Какому ребенку еще могут с чистой совестью сказать? Что с моим купальом? Идти Что неважно уже показать Уже неважно, Джейска Вот такое волшебное место Называется Мар-Минор Мы в таком перешейке находимся С одной стороны у нас находится Лечебная грязь И Фламинго А с другой стороны Ровно через 20 Даже, наверное, меньше 10 метров Находится Средиземное море Вот такое вот волшебное местечко Клево Ну и как оно? Грязно Грязно? Господи, первый раз испытываю Такое наслаждение Я же так говорил Моя Точнее, мои девочки везде грязь найдут А, мои ножки! Смотри А знаешь, что вся прелесть ситуации? Она заключается вся в том То, что сейчас не сезон Поэтому душевые не работают И что нам делать дальше? Мы пока не особо... Слушай, а почему пахнет нефтью? Ну потому что это вообще... Это нефть, она... Слушай, а почему некоторые не мажутся? А мы вообще нормальнее потом будем? А ты пробовал ее смыть? Прикольное местечко Но самое главное Вот это вот солнце Я не знаю, почему Именно сегодня, именно сейчас Оно вот такое Какая-то аномалия Масюсь Когда еще мы сможем вот так покупаться с фламинго? Не знаю Кстати, в московском зоопарке Купаться с фламинго запрещено А здесь можно! И еще бесплатно! Кстати, да Тут же все бесплатно Это, кстати, единственное место На земле! Единственное место на земле Где можно бесплатно в грязи завозиться Сидим мы такие вот Красивые Слушаемся И думаем А как же нам помыться-то? Не, помыться можно в этой воде, да? В грязной В этой же грязной, конечно Понятно Это все равно будет чище, чем и сейчас Как бы иди из двух зол выбираем Нише Ну да, а потом пойдем в море Окунемся А море там Мась! Джесс! А что, красиво выгляжу прямо на концерт? Да, вообще великолепно Зачем купальник ты мажешь? Что ты тоже покупал? И вот в это место мы решили поехать Выехали мы с утра Дорога заняла у нас около двух часов Из Аликанта Находимся мы в Мурсе В общем, далеко, но Было уж дикое желание искупаться в грязи Я не знаю, камера передает или не передает Но у меня руки Такое ощущение, что их парпурин или блеском посыпали Они переливаются такими маленькими кристаллами Во, какая грязь волшебная А, и да, самое важное Отмылись мы в результате этой же грязной водой Из этого же озера Толком нифига не отмылись Но вариантов никаких Мы накупались в Бразилии И Классный ресторанчик местный Мы заказали себе ягодный венчик Офигенный красный венчик Ягодный венчик Ягодный венчик Ягодный венчик Ягодный венчик Наши министры Обязательно салат Что ты заказал? А, мы заказали На первое поедем На второе Кольца кальмара Короче, еще и будет десерт и кофе Ждем Да, обалденный ресторанчик Такой прям совсем неизместный Находится он в дворах Между домиками Найти его схода невозможно С моря его не видно То есть, в помощь только гугл Гугл Окей, гугл для нам поесть Нам показал это место И мы пришли Ты скажи, сколько стоит Стоит Меню дня Это вот Салат Первое-второе блюдо Плюс десерты Вино или фиво Неважно что Все на круг Обойдется нам 10 евро На второе Нам пришла Паэлья Национальное блюдо Паэлья Это в Болинсии Но здесь Оно такое другое А в Мурсии Наверное, еще вкуснее Попробуем? Попробуем Едем посмотреть на этот Великий русский город Торевьеху На подъезде Торевьехи Возникает такая мысль Китайцы Обычно в больших Крупных городах Захватывают Один, максимум Два квартала А он считается Это китайский квартал Наши русские Удрились в Испании Целый город поджать Это вообще нормально Наверное Никого как бы Ничего не смущает Сейчас, конечно Это все слухи И домыслы Мы сейчас приедем Посмотрим Мне говорят, что У нас же в Дракадонии Ценники стоят на русском языке Реально Наводят на мысли Да, реально А Лидал? Это Медал или Лидал? Не знаю Приедем посмотрим Легендарная Торевьеха Куда хотят попасть все Русские Ну хорошо Во-первых Язык учить не надо Да, там испанцы Вышли русские Чтобы там работать Взять 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 Вы не сдали Почему Вы путаете Дательный Поддерж С родительным На пересдачу А еще там Наверное Кататься можно По русским правам У нас же отдельный Закон Мы только что Проехали Урганизацию Которая называется Лос Балконос Это жесть, да? То есть там Дома все С балкончиком Да Сразу видно Да, что мы Торевьехи Подъезжаем Уже на русском языке Появляются Различные Такие Фразочки Урганизация Мы с балконами Урганизация Мы без балкон Без окон Урганизация Син пуэрто Значит Без дверей Рибокон пуэрто Жесть, короче Вот они домики Вот они домики Торевьехи Наших миллионеров Дома здесь На первой линии Стоят Приблизительно От одного Это пригород А, нет Все Не, не, не Все Какой пригород Ну, написано Что-то Не вижу Не на русском Что-то написано Типа Аптека Слушай, что-то Номера испанские Понаставались Да В дырочке море Да Выбор машин Тут шикарный Конечно Либо Порш белого цвета Либо серебристого О Вот мы едем по городу По Тревихе Пока За все это время Мы видели Только один магазин Точнее Кафешка На которой было написано Шашлык И пока все Пока Прямо вот Что-то Одно расстройство Одни испанские номера Одни испанцы Кругом Либо Понаставались Либо Либо Обиспанились Уже наши Да Все, посмотрим Корни начали сбывать На каждом сантиметре Я вижу такие бабки 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 Может у нас Хуже арабов Всех Ну мы проехали Мы на самом деле И центр города И по набережной Проехали Где будет Достаточно Количество народу Что-то такое Сверхъестественное Русское На русском Мы не нашли Бесконечное Количество Агентств Недвижимости Там Везде Недвижимость На русском Для русских Продажа мебели Да Продажа мебели Увидели Шашлык И аренда машин Да И Несколько Супермаркетов Русских Логично Они есть Почти в каждом Городе Где живут Русские Поэтому Не знаю Что там Конечно Оккупировали Русских Много Но Но Ничего Сверхъестественного Нет Возвращаемся В элиганты Здесь вода Красная Слева Слева Вот 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 Да Здесь Как раз Красная Вода Это Потому что Здесь Вводится Специальный Моллюск Такой Который Красит Перье Славинго В Рузовый Цвет С Одну Страна вода С другой Страна Клево Да Все Красное Красное Даже Не знаю Видно Там Вода Красного Цвета Ну да Это Соленые Озера Требехи Клево Дом 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 Мы приезжаем Сейчас Как раз Соль Вот Они Соляные Горы Прям Хватит На 90 тысяч Килец Чего Пойдем Накопаем Пару Килограммов Давай Багажник Без багажник Забьем Солью Вот Такой Вот Трип В Аликанте И обратно У нас Состоялся Ну и Конечно Как мы могли не посетить Эту легендарную Русскую Торебеху Ну и Не покупаться в грязи Заодно И хоть Русскую речь Мы там слышали Часто И повсеместно Но вот Вывески Магазины Как-то в диком Изобилии Не заметили Ну да и ладно Надеюсь вам было весело Ну как минимум Так же как и нам Ну а вы путешествовали Вместе С Испанией Наизнанку Спасибо Ну и до новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok